МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok В каких прикладных программах знают, что это очень удобно, когда вы создаете и прячете слои. Создали слой круга, он вам пока для работы не нужен. С помощью вот этих клавиш вы его прячете под низ или убираете из виду, либо добавляете его наверх или под низ объекта. Спрятать это работа с векторами, с растром и уже непосредственно с готовыми рельефами, которые вы создали. Это очень интересная функция. Давайте перейдем еще внизу к траектории. Траекторию мы с вами прошли. Вернее, не прошли, а вначале я вам показывал просто картинку. Значит, операции с управляющими программами. То есть давайте начнем с самого начала. Это операция после того, самое верхнее, вот это окошко. Оно используется обычно после того, как пишется какая-то управляющая программа. То есть вы написали здесь немножко много будет. Сейчас, давайте сделаем так. Я вам по-другому немножко покажу это все дело. Может быть на мониторе все так потушено. Запускаем там на Corel. Вот он вырезки сделал. Кстати, Corel все установили, все нормально от декера. Давайте троечки поставим в чате. Кто Corel установил, нормально. А кто не нормально, двоечки. Так, так, установили, установили. Установили, установили. Банк. Сейчас я введу сюда немножко. Открываем на файл. Ну, по написанию все равно в объектах давайте пробегись. Потому что не понимаю, как вам это все разъяснить. Потому что мы должны это все будем применять. Сейчас я вас в курс делал, введу. Просто для чьих, их надобность, их надобность и возможности. То есть, первое, вот здесь вот докер, он неактивный. Мы его видим, он неактивный. То есть, это запоминание управляющей программы. То есть, ту программу, которую мы создали в 3D графике, в 2D УП, это идет, запоминаем через него. Здесь, всю информацию со следующего докера, вы можете посмотреть именно в этом файле. Выбросить свою управляющую программу. Если знаете, она у вас будет загораться вот здесь. Мы чуть позже это подальше рассмотрим. Выбрасывайте вот сюда. Объединить какие-то управляющие программы между собой. Далее, вот здесь информация, очень интересная вот эта кнопка, информация о том, сколько будет у вас работать ваш фрезер при написании вашей управляющей программы. 3 часа, 17 часов, 2 часа, 15 минут. Какие применены при этом фрезы. То есть, вот эта вот клавиша об работе вашего станка. База данных. То есть, если, вот эта база данных, если вы умеете прописывать какие-то дополнительные инструменты, появились у вас дополнительные инструменты, новые фрезы, фасонные фрезы, со струненными головками фрезы, конические, то есть, вот база данных. Вы сначала вносите ее сюда, прежде чем написать какую-то управляющую программу. Хотя можно и непосредственно при написании программы прописывать инструмент здесь. Удалить участок. Все, вот видите, участок исчез. Видите, да? Сейчас у нас остались только линейки. Объект выделил сейчас. Вот здесь. Вот, объекта нет. Исчез. Еще раз повторяю. Взяли стрелочку. Я верну позицию обратно. По вектору, который вы хотите удалить. Правой клавишей. И в самом низу удалить участок. Участок исчез. Хотите удалить, допустим, вот этот участок. Удалить участок. Видите? Ее порвало совсем. Значит, напоминаю сочетание клавиш. То есть, подводите к объекту. Выделили объект. Нажимаете левой кнопочкой на объекте. Видите, крестик появился. И одновременно нажимаете на клавиатуре буковку R. Участок тоже самое исчез. То есть, это вырезание для применения быстрых клавиш, чтобы вам не заходить в диалоговое меню. То есть, в диалоговое меню все-таки забирает время при длительном дизайнировании. Все, есть. Заходим. В поворот модели. Быстренько пошел, мы увидели. Вот она. Поворот ремочка такая нарисованная. Вот она вот. Зашли. Выбрали наш вектор, который мы будем. Надо сначала его выбрать, а потом зайти. Оно что-то не захотело срабатывать. Вот кнопочка. Заходим. Выбрать. Видите, оно появилось. Такие вот рисочки по всей территории нашей модели. Далее. Добавляем. Поворот. И закрыт. Смотрим, что у нас получилось. В 3D графике. У нас получилась вот такая вот балясина. Прокрученная. Смотрели вы видео урок этот, наверное, и все помните. Кто не смотрел, посмотрите его внимательно. Я эту балясину не то, чтобы вам предоставляю, чтобы как это правильно выполняется. Я покажу, что еще именно вот с этого вектора мы можем сделать. Следующие фигуры. Переходим в режим проволочный. Вот он сверху кнопочка. Смотрите, я нажимаю вверху, обвожу стрелочкой. Нажали на него. И вот у нас получилась вот такая вот типа инверсия. И давайте будем рисовать. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова посмотрим какие же конфигурации здесь простейших фигур прежде всего ну практически никаких то есть мы видим это узор выполнен в стиле барокко если знает кто такой стиль все такой стиль знают если знаете пятерочки в чате проставки молодцы я очень рад за вас стиль очень сложный очень сложный то есть это один из будем говорить красивейших старинных стилей в котором практически все выполнялась наша старинная мебель но потом она уже переходила пересек его покоя слышали барокко переходящая в рукокоп там стилизация пошла упрощение узоров пошла какая-то прямая резко и ну и прочее другое значит в основном я вам скажу будьте при работе и все даже и немцы и итальянцы я смотрю кто выполняет какие-то сложные работы те же самые модельеры которые создавали этот каталог то есть говорил что они все-таки используют какие-то первичные документы книжки то есть берутся откуда-то какие-то элементы угловые элементы цветы используют по которой существует и уже в соответствии накладывается на ту или иную поверхность которую вы создаете значит весь узор мы с вами рисовать не будем узорчик у меня вот здесь он здесь вот снизу видите его начнем его рисовал под заказ этот узор сейчас я вам его приближу ближе вы его сейчас увидите значит на отрисовку данного вектора у меня уж ушло в районе что-то около 8 или 9 часов много конечно много но в любом случае видите узор сложный и обратите внимание что узор по себе имеет симметрию то есть отрисовывалась сначала одна половинка потом методом копирования право-вправо вернее левая отрисовывалась и методом копирования в правую сторону и соединение объекты между собой создавалась вот такая вот фигура вот такая вот что-то и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Вот этот каталог, видите, здесь представлено такое множество всяких вот сечений, сечений фасадов зданий, откуда можно брать, черпать конфигурацию ваших рамок, то есть дальше вот тут давайте, видите, вот такие, такие, такого рода, на фасады вот сюда вот сверху сложные, которые вот фасады идут, дальше, 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 мы ищем нам нашу балясину, я напоминаю, в этом каталоге имеется вот такие сечения, то есть и указаны, ну вот балясины, кстати, применены, видите, на балконе, которые мы будем сегодня с вами отрисовывать. Давай пройдем дальше, 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 немного ниже находятся. Пилястры, обратите внимание, какого рода, видите, здесь готовый чертеж. Пилястры, как она должна выглядеть, справа, сбоку вернее, спереди, вот здесь, и вот сверху, вот здесь, вот, вот боковое сечение, входные врата какие-то, кстати, с колоннами, обращаем внимание, мы будем отрисовывать колонны, обратите внимание, на центральную часть, вот, затемнилась она у нас, немножко снимок, дальше, продвинемся, по различного рода, вот, розетки, обратите внимание, тоже, то есть, я говорю, это, то есть, каталог, откуда вы можете исчерпать свою информацию. Продолжение следует... Когда машина при своей работе переходит из одной точки в другую точку, при этом подняв голову на какой-то безопасный режим, то есть, я вам покажу, допустим, вы взяли свой фрезер, подвели, ноль, считывали, вот, будем говорить, вот отсюда, вот, считали, вот здесь, вот, ноль, дотронулись, или где-то с края заготовки, должно говорить, вычищенная заготовка, дотронулись до ноля, подняли, нажали, обнулить, зэдку, она у вас поднялась в какую-то плоскость, и, при старте машины, она начинает фрезеровать, то есть, она начинает ходить вправо-влево, где-то, вот, выполнила, выполнила работу, вот, в этой точке, видите, вот, в этой точке, вот, допустим, отфрезеровала, в этой точке, и для того, чтобы перейти, допустим, вот, в этот отсек фрезеровки, ей мешает какой-то квадратик, или объект, который находится, она поднимается от края, а мы ноль взяли вот здесь, по нижней точке, вот, видите, вот отсюда взял ноль, но в данный случай, пока показал вам с верхней, вот, с этой, плоской безопасности, то есть, мы фрезеруем вот здесь, взяли вот здесь ноль, отбили, тогда вот здесь, отсюда, отсюда у нас будет плоскость и билипасность. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как парень подключил обыкновенные джойстики. Значит, я подключал на свой станок обыкновенный, вот, по-моему, год или назад, джойстик игровой своего сына, и вы знаете, вполне достаточно его настрой. Подключается там в игровой порт он, вот там есть USB джойстики, то есть, он вполне настраивается к матчу и работает вполне достаточно, и очень довольно-таки и неплохо. Не хуже, чем вот эти вот заводские стандартные джойстики. Ну, сейчас у меня, вообще я убрал эти джойстики, работаю с Bluetooth клавиатурой, более мне удобно. То есть, клавиатуру схватил, пробежал на небольших размерах, посмотрел, обнулился и приступил к работе. Значит, переходим дальше. Значит, интерфейс программы и функциональное назначение клавиш программы у нас идет следующий вопрос. И работа в самой, в самой программе и подготовка к запуску самого матча. Значит, все знаете, я не знаю, кто покупал, может, матч, или устанавливал матч, что в конце вы знаете, там, лик, есть такой файл. Значит, презентационные файлы имеют всего 500 строчек на разрешении, когда вы скидываете ему лицензию, он вам разрешает работать немножко дальше. Так, значит, сейчас мы перейдем непосредственно на мой монитор. Пока сейчас вот это будет, я сейчас запущу сам матч. То есть, кто запускал матч, тот знает, что при запуске у него все время выскакивает все время разные окна по загрузке. То бывает одно, и такое кажется, что грузится все время другая машина. Нет, это, вернее, другой матч или что-то другое. Запускаю я вам свой монитор. Как только пойдет мой монитор, пожалуйста, плюсики в чате поставьте. И сейчас вы должны увидеть, все видите, да? Мой монитор, видите? Плюсики, все хорошо, спасибо, вижу, что... Эдуард, спасибо, Влад, спасибо, Николай, Батух, все, спасибо, вижу. Перехожу непосредственно... Где наш матч? Вот он есть, наш матч. Вот при запуске программы мы имеем вот такой вот интерфейс. Немножко у меня вот так он лево сдвинут, но так он считывает его с монитором. Значит, я вам рекомендую его не русифицировать. Значит, я разговаривал с многими специалистами. Есть русификаторы, которые можно русифицировать матч, поставить все клавиши, вы имеете резать на кнопочку сброс, чтобы вы понимали и все. Я вам рекомендую категорически его не русифицировать. Значит, у меня есть русифицированные эти скрины. Кому надо, я вам сбросу. Я скажу, что только вы его русифицироваете, вы его убиваете на процентов 75. То есть матч не работает. Не работает. Значит, дальше, перед загрузкой матч. Если у вас на том же компьютере имеется арткам или другие какие-то прикладные программы, не позволяет возможность иметь два компьютера, значит, перед этим нужно все прикладные программы, абсолютно все, все, включая там скайп, фотошоп, ничего в этот момент открыто не должно быть. Работает только один арткам. Надо вообще машину уважать, для него поставить отдельно компьютер, отдельно монитор. То есть на нем должен быть Windows и ваш непосредственно матч. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Это у нас сложное моделирование. Вопрос номер два. Костем. То есть то, что нам будет даваться на вашу дипломную работу. Значит, в данной модели, сейчас я вам покажу, применены все эффекты, которые мы с вами изучили и которые существуют практически в артками. Не бойтесь, задания не сложные. В любом случае я вам помогу по скайпу, в личном общении, расскажу, как все создается. По ссылке вы все получили вот такой вот файл, вы когда открыли в CoreLiu, все вы его увидели. Это у нас с правой стороны растровое изображение, вот это векторное изображение. Значит, в данной ситуации, значит, на усмотрение на вашем, на предипломной работе. Можно поставить вот здесь вот фонарики. Крест убрать, поставить российского орла. При необходимости, кто может поставить вот здесь красивый полумесяц. Давайте я приближу. Вы увидите немножко ближе. Есть такое дело. На дверях обязательно добавка ваших узоров. Колонны должны быть кирпичные, либо каменные. Забор непосредственно. Либо плетение, либо решетку можете поставить. Колонны, колонны вот эти вот сверху, капители, Я вам покажу по возможности, какие вы можете поставить. Либо свои, либо создать свое. F4 нажимаю на все, что мы мониторим. купол можете разбить на отсеке, как здесь. Обшить жестью, либо позолотить, как вам будет удобно. Видите, вот здесь, с правой стороны, что-то здесь на куполе изображено. Центральные какие-то, вот добавлены части, вот здесь, вот в этих местах. Обратите внимание, вот, что-то еще какие-то, вот, снимочек не очень резкий. Тоже какие-то идут добавки. Здесь, кстати, на дверях ничего нет. Но чем выше будет ваша детализация на рисунке, тем мощнее будет оценен ваш рисунок. То есть, более уважения у вас будут всегда вспоминать ваше имя на последующих занятиях наших следующих учеников. Что вот у нас был, допустим, такой вот график. Нарисовал такую красивую мечеть с такими вот колоннами, с красивыми резными дверями. Давайте немножко вернем обратно, поставим все наши позиции и отправим методом импорта, выделяем. Вот эту отправлять модельку не надо. Выделяем с левого верхнего угла и тянем вот так вот методом выделения. Видите, я выдерживаю мышку, отпустил, выделилось все. Импорт. Указали имя. Открываем арт-хан. Импортируем. Еще раз. Я извиняюсь, не импортирую, а экспортирую. Машина просит замены имени. Подтверждаем все, что хотим заменить. Нажимаем ОК. Файл ушел жить для арт-кама. Переходим в арт-кам. Вот здесь методом импорта уже мы приземлили нашу модель. Разгруппировали. В стороне щелкнули. Убрали нам ненужные элементы, которые нам не понадобятся. выделили наши инструменты. Поставили в сторону какие-то, которые нам потом понадобятся. методом импортируем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 соценили из desenvolv Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok